Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 12 июня, неделя 8 по Пасхе, День Святой Троицы, Пятидесятница. После Вознесения Господа с горы Иллионской апостолы вернулись в Иерусалим. Прошло десять дней, и наступил праздник Пятидесятницы. Ученики и Богоматерь, как и повелел им Иисус Христос, пишет евангелист Лука в своем продолжении Евангелия, были единодушны вместе. И вдруг раздался с неба шум, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. Явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и опустились по одному на каждого из них. И наполнились все духа святаго, и начали говорить на других языках. Иерусалим же был переполнен паломниками, съехавшимися со всех концов Римской империи. Они услышали этот неожиданный шум, подобный шуму бури и надвигающейся грозы, пришли в смятение и поспешили к Дому апостолов. Их изумлению не было конца, когда они увидели простых галилеян, вдохновенно вещавших на разных языках. Более того, для каждого из них проповедь апостолов звучала на его родном языке. Чтобы подчеркнуть это чудо многоязычия, апостол Лука Нарочета приводит длинный список народов со всех концов Римской империи, включая и отдаленные окраины. Почти две тысячи лет тому назад, в день Еврейской Пятидесятницы, мир воспринял тайну триединого Бога. Ветхий Завет знал единого Бога, положившего основание Ветхозаветной Церкви. Сын, воплотившись на земле, создал Церковь Нового Завета. Дух Святой открыл ее историческое время и действует в ней до скончания века. Поэтому праздник ее рождения именуется Днем Святой Троицы. Богословское учение о взаимоотношении лиц Святой Троицы было окончательно сформулировано еще в IV веке, в период ожесточенных тринитарных споров, вызванных лжеучением Мария Александрийского и закреплено в Никео-Цареградском символе веры. Но далеко не всем известно, что первые храмы во имя Святой Троицы появились в христианском мире гораздо позднее, не ранее XII века, причем сначала на Западе. Вскоре, в 1335 году, скромный инок Сергий построил первую на Руси деревянную Троицкую церковь посреди глухого Радонежского бора, ставшую основой будущей Троицы Сергеева Лавры, центра духовной жизни России. Празднику Пятидесятницы предшествует Троицкая Родительская Суббота, День Поминовения Особших. В самый день праздника после литургии совершается вечерня, на которой читаются три молитвы, обращенные к Триединому Богу. В это время, впервые после Пасхи, все становятся на колени. Ко Дню Троицы храмы и дома у нас украшаются деревьями, травой и цветами. Обычай связан с историческим воспоминанием обрядов Ветхозаветной Пятидесятницы, принесением Богу, зеленеющих начатков жатвы, а также с русской народной традицией проводов весны и встречи лета. Первый понедельник после Пятидесятницы именуется Днем Святаго Духа. Он является как бы продолжением праздника Святой Троицы и посвящен особому чевствованию ее третьего лица. С этого же дня начинается Первая Седмица по Пятидесятнице. Она именуется сплошной, потому что пост в среду и пятницу отменяется. А с понедельника Второй Седмицы начинается Петров пост. Явление трехстранников патриарху Аврааму у дуба мамрийского близ Хеврона, изображаемых обычно в виде ангелов, понимается христианскими богословами как прикровенное явление в ветхозаветном мире Святой Троицы. Этот знаменательный эпизод библейской истории, имевший место почти четыре тысячелетия тому назад, породил замечательный иконографический тип Троицы Ветхосоветной, вершиной которого стала икона Троица кисти преподобного Андрея Рублева. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых преподобного Исаакия Игумена обители Далманской празднуется собор святых Пензенской митрополии священномученика Василия Смоленского пресвитера. Всех, кто уносит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезимеництва и с днем рождения Церкви Новозаветной. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Субтитры создавал DimaTorzok